От Джанаева. Это раз и два. Рубин все-таки больше преуспел в реализации моментов, хотя это в общем-то и не момент был, но, короче говоря, Рубин забил, а Спартак нет. Вот и весь сказ. Ну что ж, пожалуй, что и все. 9 часов. Отличное время, как мне кажется, для проведения матчей. Хорошая получилась игра, очень даже хорошая. И никаких вообще проблем, я вас уверяю. Вот спрашивали, а как вот после Чемпионата мира комментаторы будут работать? Да прекрасно совершенно. Хороший матч. Удары по воротам, моменты, дриблинг, единоборство. Все было сегодня вполне по-футбольному. Смотрите Чемпионат России на НТВ+. Только мы даем вам возможность, ну, когда это от нас зависит, посмотреть футбол в прямом эфире, несмотря ни на что. Ну и по завершении хайлайтов этого матча мы с вами попрощаемся. Так всего много-то набралось. Вон, длиннющий какой послематчевый отчет. И вот мяч попадает в перекладину после удара Ипсона. Ну и самая яркая, наверное, характеристика сегодняшней игры и то, чем можно, что называется, подписаться, это аплодисменты. Трибун. Редко, когда команду, которая проигрывает три матча подряд, отправляют в раздевалку не свистом, а аплодисментами. А аплодисментами, я думаю, что это аплодисменты еще и Валерию Карпину и знак поддержки со стороны болельщиков. Но у Спатака есть руководитель, который в связи с этими тремя поражениями сделает свои собственные выводы. Вот еще момент был у Ари. Принял мяч здесь здорово, но Рыжиков сыграл лучше. Может быть, и не было возможности получше пробить у Ари, но это все равно не умаляет заслуг Рыжикова. Лучший игрок матча, я думаю, это Рыжиков. Ну и капитан Спартака сегодня сыграл тоже на уровне, но только не удалось ему самому забить или помочь кому-то из партнеров. Рубин берет очень важные три очка на выезде, сохраняя, в общем-то, для всех нас интригу в борьбе.